МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Шарайна в студии Асембулат Каза. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восточно-Казахстанскую область с рабочей поездкой посетил председатель межведомственной комиссии страны, заместитель премьер-министра Ералы Лукпанович Тукжанов. Это связано с резким ростом в регионе числа заболевших коронавирусом. По решению межведомственной комиссии на территории области введен ряд ограничительных мер. Также по решению МВК в область откомандируют высококвалифицированных специалистов от Министерства здравоохранения для оказания консультативной методической помощи нашим врачам. Также заместитель премьер-министра Ералы Тужанов посетил новый центр пульмонологии. 15 ноября свою работу здесь начнут круглосуточный стационар отделения реанимации, анестезии и интенсивной терапии. Все необходимое современное оборудование уже поставлено, в том числе аппарат компьютерной томографии. Каждая палата оснащена кислородными розетками, будет функционировать своя ПЦР-лаборатория. А в специализированном медицинском центре продемонстрировали современные операционные, где, к слову, уже провели несколько операций по пересадке почек. Здесь на спецоборудовании врачи также могут оттачивать свое мастерство и моделировать операцию любой сложности. В Центр онкологии и хирургии, который также посетил заместитель премьер-министра, врачи с помощью уникального оборудования RedCam смогли спасти зрение 38 детям. Третий год Центр онкологии и хирургии работает с уникальным компьютерным томографом на 128 срезов. В прошлом году приобрели магнитно-резонансный томограф 3.0 Тесла. Сейчас ведутся работы по установке аппарата. Аким Васоши Казахстанской области заместителем премьер-министра также посетили социальный объект Ускаменогорска, Центр поддержки семьи Жаная, одновленную станцию юных техников «Зирек». В ходе поездки Яровой Лукпанович ознакомился с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в АКТУ именно Сирьпаева. Здесь научные сотрудники работают над созданием сверхпроводящего провода для МРТ, выпуском имплантатов из титана, тантада и необья. На сегодняшний день запущено уникальное мелкосерийное производство медицинских имплантатов. По заказу казни, травматологии и ортопедии изготовлены первые опытные образцы медицинских имплантатов казахстанского производства. Ярова Тукжанов отметил важность и перспективы данных разработок. Для развития производства и перехода к крупносерийному поручил ректору университета написать предложение для дальнейшей поддержки со стороны государства. Югит Лёвку, Марат Сагибаев, информационная программа «Шарына ТВК-6». Сегодня 60 машин выездных служб быстрого реагирования собственного производства пополнили парки санитарного автотранспорта в Восточно-Казахстанской области. Новые машины скорой помощи, закупленные на средства областного бюджета, лично осмотрел глава региона Данил Ахметов. Главной особенностью является то, что они произведены местным предприятием, товариществом с ограниченной ответственностью 7АС, и сразу же пополнят ряды станций Восточно-Казахстанской областной и Семейской БСМП. Аким области положительно оценил МИД-транспорт, которым в скором времени будут оснащены все отделения в городах и районах области. Как отметил Данил Ахметов, сегодня у нас готово 60 машин. 40 из них направляются в Искаминогорск. Поставка карет скорой помощи улучшит качество медицинских услуг. Нам нужно добиться того, чтобы скорая доезжала до больного в течение короткого времени. Уже 13 ноября будет подготовлено еще 40 машин. Все они пойдут для комплектации экстренной скорой семьи. Санитарный автотранспорт соответствует всем требованиям международных стандартов. Он оснащен медицинским оборудованием для оказания скорой и неотложной медицинской помощи, аппаратами искусственной вентиляции легких, ЭКГ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, медицинской укладкой и другой необходимой аппаратурой. До конца текущего года медицинской организации будет поставлено в целом 216 единиц карет скорой помощи. Кроме того, для сельских организаций здравоохранения уже закуплены и доставлены 10 передвижных медицинских комплексов для обеспечения медицинской помощью жителей отдаленных сел. Города Ридер, Курчумский, Тарбогатайский, Катон-Карагайский, Глубоковский, Абайский, Жарминский, Кокпектинский, Бескарагайский, Шаманайхинский районы. Зазира Малькова, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна», ТОК-6. Выехать из Восточно-Казахстанской области теперь можно только со справками ПЦР-анализа. Со 2 ноября текущего года пассажиры из Восточно-Казахстанской области, направляющиеся в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте, должны иметь справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом на COVID-19. Это требование не распространяется на детей до 5 лет. Срок действия справки ПЦР-анализа не более 3 суток с момента получения результатов. Посадка пассажиров на борт самолета или вагон из Восточно-Казахстанской области в другие области будет осуществляться при наличии справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом. В случае нарушения этого требования перевозчикам грозит административный штраф в размере 1600 МРП. Это более 4 миллионов тенге. Также поступила информация, что в Семее и в городе Усть-Каменогорске сегодня выстраиваются огромные очереди за ПЦР-тестом. Люди стоят по несколько часов, чтобы получить возможность сдать анализ. Действительно, данные инциденты были до 12 часов, пояснили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области. Проблема была устранена, после чего ажиотаж и очереди сократились. С завтрашнего числа областной центр репродуктивной медицины «Инвитро Плюс» открывает дополнительные пункты для забора материала на COVID-19. В Семее в онлайн-формате состоялась пресс-конференция с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства Монтаем Утельбаевым, который рассказал о благоустройстве города, в частности о вырубке деревьев, освещении улиц, содержании городских кладвищ, об отопительном сезоне и других аспектах работы. Руководитель отдела поделился итогами работы за 10 месяцев текущего года и о планах до конца года. Прежде всего, он затронул вопросы прохождения отопительного сезона, который, как известно, в этом году в Семее начался раньше срока – 25 сентября. Первый вопрос – это, вы знаете, отопительный сезон. По итогам отопительного сезона прошлых лет, нами регулярно до начала отопительного сезона проводятся мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Все теплоисточники, все тепловые сети, все жилые дома, все объекты соцкульпыта на сегодняшний день находятся в рабочем режиме. Уголь идет согласно поставленного графика. На сегодняшний день ежедневно по 25-30 вагонов идет поставка. На пресс-конференции также стало известно, что в Семее идет инвентаризация газового хозяйства города. Ну, что касается по газовому хозяйству, вы знаете, у нас в городе имеется предприятие, которое занимается емкостным газом, и есть предприятие, которое занимается баллонным газом. Они осуществляются на тех своих договорных обязательствах, которые утверждены, зарегистрированы в реестре, в государственном реестре. Естественно, имеют свои полномочия. В настоящее время все ГРУ города, независимо от всех форм собственности многоквартирных домов, мы полностью приняли на баллон. Сейчас мы ее полностью проводим, инвентаризацию о его техническом состоянии, его дальнейшей эксплуатации. В последующем ее будем реализовывать через предприятие, которое имеет лицензию для дальнейшей ее эксплуатации. Амадай Утельбаев рассказал о благоустройстве города в целом. По его словам, в городе проделана большая работа по этому направлению, на что из бюджета был выделен 1,312,000,000 тенге. Постоянно ведутся работы по содержанию парков, скверов и площадей. Территории монумента «Сильнее смерти», под мостовой части зоны отдыха правого и левого берега и кладбищ города. Все пресс-конференцию смотрите после выпуска новостей. Иргет Лео Косун, Халтумхан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. С января 2020 года вступили в действие поправки в закон Республики Казахстан о жилищных отношениях, по которому кооперативы собственников квартир должны уйти в прошлое. Подробнее в следующем сюжете. До 7 января 2021 года всем жителям многоквартирных домов предстоит определиться, какое объединение должно быть их заменить – простое товарищество или объединение собственников имущества. Хотя это законодательно закрепленное требование, у населения до сих пор нет внятного понимания и разъяснения по поводу того, как должна проходить эта трансформация. В данном законе изменения и дополнения. На сегодняшний день у меня в отделе имеется жилищный инспектор «Сектор», который занимается по разъяснению всех собственников квартир, это многоквартирные жилые дома, с переходом с бывших кооперативных собственных квартир на новую схему ОСИ. Это, вы знаете, основной принцип – один дом, одно управление и один счет. На сегодняшний день имеется ряд мероприятий, которые мы, собственники, проводим на общее собрание. Проводится в письменном разъяснении, где как должны собственники начать работу по переходу данного кооператива на новый метод управления ОСИ. Уже опыт у нас имеется. Один дом с прошлого года в данном направлении работает, и по остальным домам мы с общественностью уже есть кое-какие договоренности совместно проводить данные мероприятия. И, соответственно, будем через средства массовой информации, через другие социальные сети, людям давать разъяснения по данному вопросу. Данный вопрос находится на контроле. Мы должны эту работу уже начать и будем постепенно проводить и мониторить, чтобы собственники уже были полноправными хозяевами своих домов. Основная суть начинающих изменений заключается в ликвидации КСК, в который входили несколько многоквартирных домов. Вместо них создаются объединения собственников площадей в одном многоквартирном доме, стоящим на одном фундаменте, либо имеющим одни общедомовые инженерные системы. То есть основным принципом будет один дом, одно управление, один счет. При этом ответственностью за содержание и ремонт здания ложится на самих общественников квартир и нежилых помещений. Как рассказал руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Матаю Тельбаев, зарегистрированные и функционирующие до введения в действие закона кооперативы собственников квартир могут осуществлять свою деятельность до 1 июля 2022 года. При этом они обязаны передать совету многоквартирного жилого дома по акту приема-передачи все имеющиеся документы, то есть документы, связанные со строительством, содержанием и эксплуатацией многоквартирного жилого дома, общего имущества объекта кондоминиума. Зазира Маликова, Нурлану Розалия, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна», ТУК-6. В Семее завершена реализация программ по обеспечению населения поселков Комсомольский и Ушахтар питьевой водой и электричеством. С подробностями наш корреспондент. На реализацию этого проекта ушло почти два года. Завершить его предполагалось еще в прошлом году, но и изменения проекта в связи со строительством сетей электроснабжения и питьевого водоснабжения задержали это событие. На сегодня электрические сети уже подключены к живым домам микрорайонов, и к каждому земельному участку подведены системы трубопроводов. Осталась самая малость. Всем жителям нужно обратиться в ВК РЭК за получением технических условий, а затем подать заявку на подключение и открыть лицевый счет в ТУО «ШГС Энерготрейд». Спасибо огромное! Свет и воду подключили. Вот, видите, свет горит, вода внутри. А вам спасибо за то, что следили за ходом работ и постоянно были с нами. Я здесь живу с 2010 года. За эти 10 лет у нас не было ни воды, ни света. И вот мы добились этого. Спасибо большое всем. Воду обещают дать на этой неделе. Жителям окраинных поселков также осталось только подключить питьевую воду. И для этого нужно прийти в Семи водоканал для открытия лицевых счетов. Стоит отметить, что наряду с микрорайоном Ушахтар водопроводные сети были подведены и к новостройкам на шести улицах поселка Комсомольский. Это Сайло, Будени, Жанай, Архат, Каскабулак и Саржал. В будущем эти улицы будут освещены и заасфальтированы. Для этого в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. А реализация проекта намечена на 2021 год. Мусор – бич цивилизации, особенно в семье. На его уборку постоянно не хватает то спецтехники, то средств. При этом даже очищенная от стихийной свалки территория пустует недолго. Жители вновь начинают складывать туда свой мусор. Подсчитано, что среднестатистическая семья из трех человек выбрасывает в месяц около 135 килограммов отходов. А каждый год на свалках и полигонах области прибавляет от 150 до 200 тысяч тонн твердобытового мусора. Причем только часть семейчан избавляются от отходов законным путем, заключают договоры со специализированным предприятием. А другая часть решает вопрос самостоятельно – вывозит за город, бросает на межуличную территорию, чтобы никто не догадался, с какой именно улиц его натащили. Таких свалок со сроком давности и с постоянными адресами прописок немало, особенно на окраинах. Теперь несколько цифр. На ликвидацию стихийных свалок в 2016 году из бюджета было выделено 5 миллионов 390 тысяч тенге. На 2020 год эта сумма значительно больше – 40 миллионов. Что удалось сделать на эти деньги, рассказал на недавней пресс-конференции руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства «Семея» Амантаю Тельбаев. Уже удалось ликвидировать свалки с улиц Лесотарная, Первомайская, 408-й квартал, Селевина, Лебаева, Академика Павлова, Каркалилинская, Достенова, 20-й квартал, проспект Шакарима, поселок Кирпичный, Марсекова, Куджанова, декоративная Бугенбай-Батыра, Коржобайулы, Уранхаева, остров Бибичелек, Полковничий и на кладбищах на третьем километре Павлодарской трассы, Абайской трассе и других местах. Кстати, в этом году в «Семее» твердобытовыми отходами занимаются 8 сервисных компаний. А созданный в социальных сетях группы «Чистый город. Мусору нет» осуществляет общественный контроль за вывозом мусора. Так хочется на позитивной ноте закончить наш сюжет, ведь вроде бы и сервисные предприятия работают, и деньги немалые выделены. Но что-то подсказывает, что радоваться рано. Мы, к примеру, несколько дней подряд не могли выйти на руководителя товарищества с ограниченной ответственностью семьи Тазалык, чтобы узнать о работе компании по уборке отхода. И это настораживает. Я желаю вам всего доброго. Следите за нами в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин